Здравствуйте, уважаемые телезрители! Что ж, вчера мы отмечали День радиотехнических войск Украины. И мы с вами находимся в кануне 6-го числа. 6-го декабря отмечается День вооруженных сил Украины. Собственно, вот этим двум датам мы посвятим наш сегодняшний эфир. И прежде всего я представляю Игоря Петрова, заместителя командира радиотехнического батальона бригады имени Богдана Хмельницкого майора. Поздравляю вас с вашим служебным профессиональным праздником. Ну и Владимир Кожановский, хорошо вам знакомый майор, начальник пресс-центра воздушного командования ЮГ. Ну и для начала мы подготовили ролик, видео, да? Давайте мы посмотрим ролик, который... Ну, немножко позже, наверное, мы его посмотрим. Сейчас его готовят к эфиру, так сказать. Да, само тут ролик, который готовили в Одессе радиотехнической бригаде, специально для этого свято, по мотивам тих архивных съемок, чем занималась бригада на протязи останних лет. Ну и пока мы можем сказать, что бригада уникальна, бо вона одна-единяя в поэтменном командовании Південь, и расшована на пространстве від Измаила и до Мелитополя, наскільки знаю. То есть Херсонская, Миколаевская область, Одесская область. Одесская и Запорізька, да. И кусочек Запорізького. Да, такая частинная... Ну и коль скоро бригада, не просто бригада, а бригада носит имя Богдана Хмельницкого, не случайно, наверное, да? Потому что за плечами боевой путь, за плечами, так сказать, есть, так сказать, определенная история, да, вот, на которой воспитывается новое поколение военнослужащих. Значит, радиотехническая бригада имени Богдана Хмельницкого, имя таки отримала указом президента, там, в 10-му році, а до цього вона є правоприємником батальйону в нос візуального спостереження, повещення та зв'язку, який пройшов великий бойовий путь, бойовий шлях з Кременчуга, зачипаючи і Київську, і нашу Одесску захищаючу область, тобто, ну, в часи великого вичезнявлення. То есть, в 41-му році бригада была основана, да? Да, в 41-му році у нас профессионально. В 41-му році було 75-го років, изначально, да. И на даний час бригада – это уже великий подрозділ, який расширен, как мы уже говорили, на трех областях. Четырех, да, будем говорить, четырех. Ну, ближе, да, будем говорить, четырех. Зараз в додаті частина Запорізької, да. И кількість особого складу дуже велика бригада, це самая велика по-особому складована бригада, да? Робить найбільше в приїждженних силах України, бо, вісно, так і є. Радиотехнічні войска, не, вообще требують, так сказать, специалистів, причем специалистів достаточно продвинутых. То есть тут, так сказать, просто, там, не знаю, солдат срочной службы, он, может быть, даже не будет допущен сразу к той апаратуре, к той техніке, которой вы владеете и которая сегодня пришла на службу в наши войска. Так, и, больше того, ця специальность, вона конкурентно спроможна для цивильных фахівців. Тобто, нам еще тяжело, потому что ревень грешового забезпечения от офицера нашего специалиста, специалиста звязку, ну, например, там, аэропорталі, там, каких-то там мобильных телефонів, она приблизно должна бути, ну, вот, однакова, тому що йде відтік спеціалістів, вот, і, ну, на даний час поки що вдається втримати. Вообще, на самом деле, це в історії вообще вооруженных сил еще той, до розвала страны, всегда то, що, так сказать, изобреталось і делалось подвоєнных, так сказать, появлялась нова техника, нові, так сказать, мозги, технології, потом це переходило, так сказать, чуть позже на гражданську службу. То же самое, получается, і здесь. То есть вы готовите хороших, классных специалистів, вот, увы, конечно, к сожалению, идет отток гражданську службу, а где бы они еще готовились? Вот, то есть тут можно сказать, что армия готовит для, так сказать, нашей страны хороших специалистів. А профиль так, вот, профиль зв'язок. Тут радиотехника, зв'язок, вот такого. Буквально в эти дни сегодня, вчера звучало из уст президента, из уст многих, так сказать, наших, там, народных депутатов по поводу того, что будет проводиться референдум по поводу вступления НАТО, да, и Евросоюз. И вот по поводу НАТО, да, кстати, еще были вот сюжеты на телевидении, тоже буквально сегодня, Европейский полигон, там же постоянно дислоцируются тоже несколько стран войск НАТО. Вот, они вообще туда зашли, как передавать свой опыт, но, как выяснилось, они пришли принимать наш опыт. Вот, получается так. То есть, я так понимаю, что вот это достаточно бурное, просто скачкообразное развитие, может быть, и неудачное слово, но развитие наших вооруженных сил привело к тому, что уже у нас есть чему поучиться. Ну, с 2012 года, когда начались дии на востоке Украины, да, наши подраздели мобильные, будем так сказать, одни из первых туда поехали. Через АТО, ну, мабуть, каждый уже военнослужбовец пройшел в наших подразделях, и опыт, который они там набывают, Дисно, ну, действительно, дуже серьезный опыт, корыстный, да. До свидания, не мают это шивенье. Добрый, я просто готовый у нас ролик, давайте мы посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз возвращаемся к началу передачи. Еще раз с вас с праздником. Вот, и вот вспоминал этот сюжет, который был с еврейского полигона, буквально сегодня видел по телевизору, что там говорили очень западные специалисты военные, что благодаря вот нашим войскам, нашим специалистам, они изучают вот этот опыт, конечно, горький опыт войны, понятное дело, что гибнут люди и много раненых, вот, но противная сторона, она принимает совершенно новые методы ведения, так сказать, боевых действий, то есть там синхронно задействованы беспилотники, вот, которые связаны, так сказать, через, там, различные, по различным коммуникациям, связаны с огневыми своими точками, которые, так сказать, то есть там все в одном цикле, так сказать, заключено, и вот с этим, вот, не помню, то ли американцы, то ли немцы, говорили, что мы вот с таким, мы еще, вот с такими технологиями ведения войны, мы еще не сталкивались, и вот этот опыт тоже изучается. Да, все, взагалі, якщо так згадати їхнюю историю, то они в останнім часом не вели вот саме такой повномасштабной войны. Вони мают певный досвид участі в військовых операциях в Ираку, в Афганістані, в деяких інших, там, антитерористичных операциях, але вот саме таки позиційної и широкомасштабной войны, которая сейчас ведется у нас на сходе Украины, они, конечно, не имеют. Тому наш досвид, действительно, для них тут очень интересен, и они тут, конечно, больше учатся в нас. Да, потому что в полевых условиях они практически что? У них, прежде всего, авиация очень мощная, отработка ракетами там с бортов, предположим, военных судов. И потом уже, когда все разбомблено, расчищено, потом уже въедут танки. А у нас, как раз, напротив, ну, не, так сказать, применяется авиация по договоренности, вот, но тогда и идут очень активные, так сказать, активные действия по поводу, кто кого опередит в плане, вот, и перехватов, там разговоров, блокировки телефонов, связей и так далее, и так далее. То есть там технологии включены сумасшедшие. Да, действительно, потому что наша страна в этом направлении, значительно тут попереду. Наши технологии потихоньку... Ну да, выходят на ревень, да, захиня. Ролики, которые сейчас смотрели, это же реально наши. Они демонстрируют, что наша техника, она... Техника, которая за последний год надходит, то есть она... Ну, тут, Игорь, можем сказать, да, что это заслуга наших предприемств, наших ВСР, около Запорежья, науковое объединение «ИСКРА», якое вырабляет уже... Ну, это не только Запорежьи, это и Киев, и Львов, то есть, сучасная добротная техника, там, все, там... Внутри там, наприклад, такие умови созданы для військового службовства, кондиционер там, черпеленька, кожен кресло, хорошие экраны, тут уже стисли такие ролики, если вы дальше показали, то побачили, что там оператор працюет, у него сучасный тип кабины европейского типу, там можно побачить пульт для кондиционера, чего раньше не было в військовой технице. Так что там уже наши конструкторы, они вошли уже на цей ревень, и, звичайно... Сложная мозговая операция должна проходить в комфортных условиях. Були часы, когда, например, станция П-18, ламповая, мало того, что она сама себя греет, Тобто там температура внутри, в аппаратной кабине, там, дуже великое лето, в нашей южной температуре. Тобто реально были такие случаи, когда в очень большую жару оператор сидел в одних трусах. А лампы вот такие, как горбузо. Там неможливо, а он там сидит три часа, потом замена прошла, через три часа он снова туда заступает. Мы круглосуточно там сидим. Наши войска, ну, не могу сказать, что это единственные войска, но мало таких войск, которые несут боевое червование в режиме 24-7. То есть, вообще, никогда не отключаясь. То есть, не только там, где иди война, как на сходе Украины. Да. Это происходит здесь. В Измаиле, Тузлы, Подильск, Одесса, Миколаев, Херсон. То есть, люди заступают на боевое червование и несут боевое червование. То есть, действительно, такое боевое напружение, потому что они контролируют там поветорную обстановку над всем Певнем Украины. Ну, это действительно очень важно, потому что мы же понимаем, что Крым превращен просто в неплавающий авианосец российских войск. Вот, а это буквально у нас тут, господи, через Черное море дойдется сколько тут совсем рядом, поэтому тут напряжение не меньше, чем в зоне АТО. Вот, а за другой стороны, вы вспомнили ламповые, так сказать, все эти приборы. Вообще, я помню, когда первые начинались электрические гитары, там, так сказать, и так далее. Вот этот электронный рок-н-ролл пошел, так сказать, битлы, там, ирохип и так далее. То есть, считались самые лучшие усилители ламповые, все-таки, они были более надежные. И вот в качестве, ну, шутки, но не шутки, такой грустной, что вот американские войска сейчас уже тренируются не только работать с очень сложной аппаратурой, потому что хакеры взламывают, вот, так сказать, вкидывают все, что угодно. То есть, тут должна быть какая-то определенная защита, что они уже учатся еще работать по картам и с компасом. Но, вот я как раз хотел спросить по поводу защищенности нашей аппаратуры. Она вот подвергается каким-то атакам с противоположной стороны? Ну, по-перше, вона автономна, тобто, вона не включена в какую-то там систему интернет, наприклад. Якщо есть система, яка, ну, вот, например, на подразделе, да, скажу, есть подраздел, у него там декілька таких станций, так, и вот локально они все включены, ну, между собой и командным пунктом. Но дальше никуда это не выходит. Та информация, которая передается дальше на вышестоящие командные пункты, вона также передается, ну, ну, то есть, локально. То есть, она ни где не выходит ни в какой-то там массовый интернет, там, и что-то такое. То есть, есть, есть там військовый интернет, там, наш, там, да, але он такой же, там, захищенность, там, велика, там, аппаратура стоит. Вряд ли. Например, науковой работе так же самое, где я хочу зашифровать, там, если мы знаем, что во время Великой Отечественной войны уже, так сказать, шифровали так, так сказать, кабели связи правительственные и так далее, чтобы вообще покупаться было невозможно, то я представляю себе, какие технологии сегодня используются. Да, наши технические войска автономные не только, там, стосовно использования интернета, мережей и все, они автономные, и с электроживлением, и с всеми там, с прочими функциями жизни и забезпечения. Ну, например, там, окремный подраздел, якийсь там радиолокацийный, он может самостоятельно выехать там в поле, в любую точку, стати, там они будут жить, самі собі готовить, самі себе, самі працювати. Освободные, они, в принципе, могут, в принципе, данную информацию передавать там радио, там, любой, там, любое. Смотри, сейчас есть и цифровые станции спутников, которые нам поставили. То есть, то есть, то есть, тонка напрямок и пособи, например, передать информацию. То есть, если нет, например, спции, можно придать там другим там. Ну, и надеюсь, мы уже��운 ВНОТ, мы не открываем? Нет, нет,只有 наши, такие такие, технические автомобили, могут быть в каком-тое-то у вас. А изначально,辛NING у нас läuft. Все же было как планшет, рисуют девочки, то есть информация передается, образно говоря, морзой, еще и зашифрована, через какие-то коды, коды меняются каждый день и так далее. То есть в принципе можно перейти в любой момент, это все тренировки проходят, никто этого не забывает, хоть и уже сучастные есть средства передачи информации, где мышкой просто можно нажать, все передалось, но никто не забывает и эту информацию все-таки… Есть только девочая профессия, планшетистка, поэтому в радиотехнических бригадах много девочек працюют, так что было помятно, вчера на урчистом зібране, когда мы вітали в войне нашей одесской радиотехнической бригады, то было помятно, что довольно большая кількість женок працюют. Когда сразу возникает вопрос, контрактниками укомплектованы полностью, может кто-то захочет попасть в ваш коллектив, есть специалисты? Да, я имею в виду нагоду, хочу сказать, что на контракт людям мы рады. Грешовое забезпечение сейчас с 7 тысяч начинается, плюс там разные надбавки. Ну и обещанка нашей влады на 1 сечение, что еще что-то поднять. Ну и понятно, что происходит ротация войск в зоне АТО, а те ребята, которые там несут боевое дежурство, они, в общем-то, являются участниками боевых действий. Значит, понятное дело, что уже... Ведпоминные льготы там... Да, там льготы появляются, пенсия будет побольше и так далее. Участник боевых действий, как и все еще, да, как... Вот, ну, а с другой стороны, конечно, Родину защищать, это тоже не так просто. У нас есть еще один ролик, может быть, давайте посмотрим. Да, Владимир, пару слов, о чем это ролик? Ну, взагалі, мы хотим сказать, что, дійсно, найближчая дата, которую мы сегодня сгадуем, это день радиотехнических войск, поветельных сил, Збройных сил Украины. А уже 6 грудня мы будем святкувать 26-ю речницю, в реале, Збройных сил Украины. Ну, и тому, мы, конечно, плановали, что до нас могли залучиться наши коллеги из флота Військово-Марсиевских сил и оперативного командования Південь. Вот, ну, так же сталося, что они люди заняты, пока флот наш тут готовится, я дам, до нового начального року. Мой коллега Георгий Бурюков, начальник пресс-центру оперативного командования Південь, зараз працює в зоні АТО. Ну, то мы уже с Зигером розповімо про усі там наши Збройные силы. Ну, у нас про всі Збройные силы у нас не было материала, але у нас и чудовий ролик про поединенные силы, вот, Збройных сил Украины, саме вот про наш вот військ. Ну, то, что вы знаете изнутри. Ну, то, что мы знаем, да, так что мы будем рассказывать про себя, ну, и там, звичайно, мы є такой же частью Збройных сил Украины, как и у всех других. Ну, и там, взагалі, можно будет побачить и нашу взаимодію там, и с іншими тут, и с флотом, и с пехотой, и с десантниками, так что с іншими. Ну, хорошо, давайте посмотрим ролик, у нас потом на прощание буквально останется секунд 10. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА